Юбилей в этом году отмечает и экспозиция, посвященная морскому вокзалу. В Музее истории города она появилась ровно 10 лет назад. Здесь и то, как все начиналось, и о тех, кто стоял у истоков строительства объекта историко-культурного наследия. Архитектурные особенности вокзала, они действительно отражают не только культуру градостроительства того периода, советского периода, но и историю развития города Сочи, развития Сочи как всесоюзной здравницы. Самый тяжелый период для морского вокзала, это был перестроечный период, собственно, как и для всей нашей страны. И как раз именно в этот период была необходима реставрация, которая затянулась на десяток лет. И окончание, окончательные реставрационные работы, они были завершены уже в наши дни. Проектировал здание морского вокзала выдающийся советский архитектор Кара Алабян, автор знаменитых скульптур, которые стали изюминкой сочинских морских ворот, Владимир Ингал. Каждое извояние имеет свое значение. Женские фигуры олицетворяют времена года, мужские – стороны света. Своя роль есть и у дамы, украшающий фонтан. Это навигация, указывающая путь морякам. Каждый турист, приехавший в Сочи, считает своим долгом посетить эту достопримечательность. Чудо-вокзал, прелесть. Я просто восторг. По-моему, лучше мор-вокзала на побережье, на Черноморском вообще нет. Я так считаю. Я очень доволен, что я пребывал с таким творением. Сегодня ценность мор-вокзала именно в архитектуре. Свою былую функцию морской вокзал уже давно не выполняет. Здесь не обслуживают пассажиров. После последней, третьей в жизни мор-вокзала реконструкции, здание приобрело новую, совсем другую жизнь. Здесь возобновляют экскурсии, проводят различные мероприятия, выставки, встречи. Но главное, отмечают сотрудники морпорта, здание эксплуатируется, а значит живет. В том числе и благодаря поселившимся здесь магазинам. На сегодняшний день они являются главным средством к существованию памятника архитектуры федерального значения. Но о прошлое, бурной и шумной жизни мор-вокзала здесь вспоминают с ностальгией. Заходили такие суда, и слышали, наверное, и Грузия, и Белоруссия, и Россия, и Украина, и Нахимов. Всего вот в год обслуживалось на этих судах Крымско-Кавказской линии порядка 10-15 тысяч пассажиров. Судозаходов было до 300 рейсовых судозаходов. Крымско-Кавказской линии, к сожалению, сейчас нету. Может быть, когда-то она и возобновится. Разговоры по этому поводу идут. Ну, я надеюсь, что это будет. А пока в честь 60-летнего юбилея намечен выпуск памятных марок с изображением морского вокзала Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.